Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Делегаты Компартии Германии Эберлейн и Клингер 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Языки Запада и Востока свелись в клятве на Марсовом поле, где Красный Питер похоронил борцов, погибших в дни революции Город Октября приветствовал вожаков пролетарских масс мира Конгресс обратился к рабочим всех стран с призывом встать на защиту социалистической России Трудно начинался год В стране вездействовали тысячи предприятий Численность рабочего класса по сравнению с 1917 годом сократилась вдвое За годы гражданской войны было разрушено 1700 верст железнодорожных путей Продукция сельского хозяйства составляла две трети довоенной Состояние России в то время Ленин сравнивал с состоянием человека, которого избили до полусмерти Под ураганным огнем мятежников началось наступление на Кронштадт Кронштадтский мятеж точно пуля под самое сердце Петрограда Нити его бели за пределы страны Большевистская организация в Кронштадте была ослаблена Гражданская война раскидала революционных моряков по фронтам Во флот пришло пополнение из деревни, недовольное политикой военного коммунизма Ярким выражением политических колебаний среди крестьян был кронштадтский мятеж 300 делегаторов съезда в эти дни стали бойцами Партия послала их на помощь Кронштадту Лучшие командиры Красной Армии разрабатывали операцию штурма Руководство военными действиями было поручено Тухачевскому По льду, разрываемому снарядами, шли закаленные в революционных боях красноармейцы Я не имею последних новостей с Кронштадта, говорил Ленин Но не сомневаюсь, что это восстание, быстро выявившее нам знакомую фигуру белогвардейских генералов Будет ликвидировано в ближайшие часы В этом сомнений быть не может Утру 18 марта мятеж был подавлен В жерлах орудий, покорившихся дредноутов, были заложены 20-дюймовые снаряды Снарядами мятежники готовились разрушить рабочий Петроград Орудия разрядили залпом в море Это был салют в честь пролетарской революции на страх ее врагам 8 марта начал свою работу 10-й съезд коммунистической партии На съезде было представлено более 700 тысяч членов партии Среди делегатов Андрея и Дзержинской Киров Калинин Сталин Порошилов Орджоникидзе Уйбышев Фрунзе и другие Работой съезда руководил Владимир Ильич Ленин избранный петроградскими коммунистами Ленин выступил с отчетом о политической деятельности Центрального комитета Он проанализировал историческую обстановку и содержание деятельности партии Указав, что ее узловым пунктом является перевод от войны к миру Съезд одобрил внешнюю и внутреннюю политику ЦК Вопросом вопросов съезда был переход к новой экономической политике Товарищи, вопрос о замене разверстки налогом Является прежде всего и больше всего вопросом политическим Ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к крестьянству Этими словами Ленин начал свой доклад о замене разверстки прод налогом на съезде 17 марта в Кремле в Свердловском зале Делегаты съезда от имени партии подняли свои мандаты Положив начало перехода к новой экономической политике Продолжение следует...